Здравствуй, дружок! Сегодня сказка Крошечка-Хаврошечка. Вы знаете, что есть на свете люди и хорошие, есть и похуже, есть и такие, которые Бога не боятся, своего брата не стыдятся. Таким-то и попала Крошечка-Хаврошечка. Осталась она сиротой маленькой, взяли ее эти люди, выкормили и на свет Божий не пустили. Над работу ее каждый день занудили, заморили. Она и подает, и прибирает, и за всех, и за все отвечает. А были у хозяйки три дочери большие. Старшая звалась Одноглазка, средняя Двуглазка, а меньшая Триглазка. Но они только и знали у ворот сидеть на улицу глядеть, а Крошечка-Хаврошечка на них работала, Их обшивала, для них и прила, и ткала, а слова доброго никогда не слыхала. Вот то-то и больно, ткнуть да толкнуть есть кому, а приветить да приохотить нет никого. Выйдет бывало Крошечка-Хаврошечка в поле, обнимет свою рябую корову, Ляжет к ней на шейку и рассказывает, как ей тяжко жить-поживать. Коровушка-матушка, меня бьют, журят, хлеба не дают, плакать не велят. К завтриму дали пять спудов напрясть, наткать, побелить, в трубы покатать. А Кровушка ей в ответ, красная девица. Валезь ко мне в одно ушко, а в другое вылезь. Все будет сработано. Так и сбылось. Вылезет красная девица из ушка, все готово, и наткана, и побелена, и покатана. Отнесет к мачехе, та поглядит, покряхтит, спрячет сундук, а ей еще больше работы задаст. Эх, Хаврошечка опять придет к коровушке, в одну ушко влезет, в другое вылезет, и готовенькое возьмет, принесет. Девица-старуха зовет одноглазку, дочь моя хорошая. Дочь моя пригожая. Доглядись, кто сироте помогает, и ткет, и придет, и в трубы катает. Пошла с сиротой одноглазка в лес. Пошла с нею в поле. Забыла матушкино приказание, распеклась на солнышке, развлеклась на травушке, а Хаврошечка приговаривает. Спи, глазок, спи, глазок. Глазок заснул. Пока одноглазка спала, коровушка и наткала, и побелила. Ничего мачеха не дозналась, послала двуглазку. Это тоже на солнышке распеклась, и на травушке разлеглась. Матушкино приказание забыла, и глазки смежила. А Хаврошечка баюкает. Спи, глазок, спи, другой. Коровушка наткала, побелила, в трубы покатала, а двуглазка все еще спала. Старуха рассердилась, на третий день послала триглазку, а сироте еще больше работы дала. И триглазка, как ее старшие сестры, попрыгала-попрыгала и на травушку пала. Хаврошечка поет. Спи, глазок, спи, другой. А об третьем забыла. Два глаза заснули, а третий глядит и все видит. Все, как красная девица в одно ушко влезла, в другое вылезла и готовые холсты подобрала. Все, что видела, триглазка матери рассказала. Старуха обрадовалась, но другой же день пришла к мужу. Режь, рябую корову. Старик так, сяк. Что ты, жена, в умели. Корова молодая, хорошая. Режь, да и только. Наточил ножик. Побежала Хаврошечке к коровушке. Коровушка-матушка, тебя хотят резать. А ты, красная девица, не ешь моего мяса. Косточки мои собери, в платочек завяжи, в саду их рассади и никогда меня не забывай. Каждое утро водой их поливай. Хаврошечка все сделала, как коровушка завещала. Голодом голодала, мясо ее в рот не брала. Косточки каждый день в саду поливала. И выросла из них яблонька. Да какая, боже мой. Яблочки на ней висят наливные. Листвицы шумят золотые. Веточки гнутся серебряные. Кто не едет мимо, останавливается. Кто проходит близко, тот заглядывается. Случилось раз. Девушки гуляли по саду. На ту пору ехал по полю барин. Богатый, кудреватый, молоденький. Увидел яблочки. Затрогал девушек. Девицы, красавица, говорит он. Которая из вас мне яблочко поднесет, та за меня замуж пойдет. И бросились три сестры одна перед другой к яблоню. А яблочки-то висели низко, под руками были. А то вдруг поднялись высоко-высоко. Далеко над головами стали. Сестры хотели их сбить. Листья глаза засыпают. Хотели сорвать. Сучья косы расплетают. Как ни бились, ни метались. Ручки и задрали. А достать не могли. Подошла хаврошечка. И веточки преклонились. И яблочки опустились. Барин на ней женился. И стала она во дворе поживать, лихо не знавать. Приятного тебе вечера. Скоро опять услышимся.